Подводя итоги, министр здравоохранения затронул несколько аспектов. Прежде всего, это касается создания материально-технической базы подготовки специалистов. Касаясь ситуации, которая сложилась вокруг лекарственного обеспечения, министр отметил, размер финансовых средств, которые выделяются на закупку препаратов, не меняется. А потребность в дорогостоящих препаратах для льготной категории граждан возрастает. Долгие годы сумма, которая выделялась на лекарственное обеспечение, она оставалась стабильной. В последние два года мы работаем над тем, чтобы увеличивать эту сумму. Из той суммы, которая выделяется нам, по данным 2018 года, порядка 70% от общей суммы уходит на обеспечение именно препаратами льготной категории граждан. К примеру, онкологические заболевания, сахарный диабет. Проблемы, связанные прежде всего с недостатком того или иного расходника, они были обусловлены тем, что мы в первую очередь вынуждены обеспечивать именно льготную категорию граждан. В рамках инвестпрограммы построены современные медучреждения. Заложенная в них материальная техническая база позволяет работать врачам в комфортных условиях. Это компьютерный томограф, рентгеноборудование, ультразвуковые сканеры. Удалось решить проблему обслуживания современного медицинского оборудования. Большое внимание уделяется и повышению уровня квалификации врачей. Четверо на сегодняшний день молодых специалистов обучаются в ординатуре, повышая свою квалификацию, приобретая, скажем так, свою квалификацию, в том числе и по, на мой взгляд, крайне дефицитным направлениям с точки зрения восполнения медицинскими кадрами, какова является патологическая анатомия и судебная медицина. В будущем году летом уже заканчивают обучение, два года обучения в ординатуре, то есть мы сейчас привлекаем его к исполнению своих должностных обязанностей. Большим достижением в сфере здравоохранения станет открытие отделения трансфузиологии. Из основных задач, которые мы ставим на 2020 год, это начало функционирования полноценной службы переливания крови. Отделение трансфузиологии, это, можно сказать, крайне необходимое для республики направление. И на сегодняшний день работы, которые начаты были три месяца тому назад, потихоньку близятся к завершению. Еще одно новшество, которое планируется запустить в будущем году – приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования ангиографа. С помощью этого оборудования появится возможность проводить операции на сердце и на сосудах, не выезжая за пределы республики. Ирина Битева, Заур Ставин, информационный выпуск сегодня.